Приветствую вас, и как-то по вашему запросу очень похоже, что вы обращаетесь не к психологам, а скорее, скорее к эзотерикам может быть, потому что предсказание у вас тут имеет место быть, ваша вера в то, что предсказание может сбыться, ваше стремление к тому, чтобы вот как-то, значит, ну, реализовать это самое предсказание и так далее. То есть вы ещё раз всё-таки подумайте, в тот же раздел вы задаёте вопрос свой, потому что если вы рассчитываете на, значит, эзотериков, на предсказание, вот, какое-то, то это вам точно не сюда, это вам нужно в раздел эзотерики, там вам помогут, там вам всё объяснять и предсказать. Вот. С точки зрения психологии, с точки зрения психологии, у вас, эээ, ситуация немножечко иная. Смотрите. Вы со своим мужчиной вместе тридцать плавили годом. За этот период вы, эээ, множество раз расставались. То есть вы ссорились. То есть эээ, вашего молодого человека, ну, скорее всего, что-то не устраивало. Вас что-то не устраивало так же, я полагаю, ну, раз вы ссорились. Вы всяческими способами, как вы говорите, эээ, возвращались друг к другу. Но какие это были способы? Решали ли эти способы проблемы, которые были между вами? По тому, что я увидел, потому что вы написали, что-то мне подсказывает, что нет. Потому что я увидел, получается так, что вы свои проблемы не решали. Да, вы были вместе. Да, вы, вы возвращались друг к другу снова и снова. Да, это действительно так. Это было. Но, то, что вы не решаете проблем своих, то, что вы, эээ, как бы, не подумали, не подумали, как можно было бы, эээ, сделать письмо. Так, чтобы не ссориться больше вам. Вообще. Говорит, ну, о, о, скажем так. Говорит о некотором отношении вашем, например. Например, вашем отношении к молодому человеку вашему. Некое, некое, некое такое, эээ, ну, отчасти, знаете, неосознанное, неосознаваемое поведение. По отношению к, например, нему. И возникает вопрос. На мой взгляд, вполне естественный вопрос. А почему, почему вы так вот, эээ, ну, себя вели с ним? Почему вы так взаимодействовали? Почему не пытались, не пытались, эээ, решить своих проблем? Почему не пытались, эээ, прийти к какому-то выводу? Ну, вы не понимаете, в чем дело? То есть, ситуация здесь, она именно такая. Что причины ваших ссор, они неясны. И молодому человеку, эээ, просто надоело, может быть, с вами ссориться. Что, в общем, эээ, нормально. Ну, может быть, он просто подумал, что, эээ, сколько уже можно, да? Если ничего не меняется, ну, а зачем вот он будет, эээ, как бы, снова и снова наступать на, эээ, те же грабли. Вот вы говорите, мы достаточно много раздавались и думали, что всё это окончательно, всяческими способами после были вместе. Кто мы? Во всей этой ситуации, кто мы? Почему вы говорите мы? Разве с, эээ, мы... Можно работать? Вот, как вы думаете, сами? Как вы думаете, можно ли с мы что-то сделать? Нет? Нельзя. Потому что там, где есть мы, там есть размытые границы. Есть границы ответственности. Ко-которые размыты. А там, где есть размытые границы ответственности, там нету личной ответственности. Личной ответственности каждого человека. Каждого из вас. Понимаете, в чём дело? И вот именно потому, именно потому, что личной ответственности нет, ну, по крайней мере, эээ, я её не увидел, да? То есть вы говорите мы, вот у вас тут, эээ, мы есть. Вас здесь нет. Есть только мы. Именно поэтому у вас и проблема. Потому что, нет понимания того, а значит и контролирование. Нет понимания того, за что отвечаю я, за что я несу ответственность, ну, например, эээ, допустим, мой молодой человек. Понимаете? Поэтому, в первую очередь, в первую очередь, нужно, чтобы вы разобрались с этим. Ну, может быть, эээ, может быть, эээ, вы с психологом, которого вы выберете у нас на ресурсе, чтобы вы разобрались с этим. Потому что, ещё раз повторяю, до тех пор, пока вы будете говорить мы, и пока вы не будете говорить я, я ссорился со своим молодым человеком, потому что он ссорился со мной, потому что и так далее. Вы так и будете ссориться. И в этом случае, да, вы рискуете своего молодого человека потерять. Потому что, ну, ему банально может надоесть вся эта ситуация, и он просто-напросто найдёт себе такую женщину, с которой ему будет, ну, элементарно спокойнее. И всё. То есть он, может быть, её даже и любить не будет, и так далее. Но ему будет с ней спокойнее, и он её выберет, поэтому. Понимаете, в чём дело? Поэтому принятие и определение личной ответственности – это первое. Второе. Казалось, что любовь была только с каждым разом сильнее. Ну, возможно. Только вы забыли о том, что от любви до ненависти один шаг, и то, что любовь, она со временем становится спокойнее, если это любовь искренняя. Она становится спокойнее. А то, что происходило у вас, я так подозреваю, что это был взрыв, то есть, эээ, ну, нарастание. То есть у вас это было нарастающее, то есть любовь-любовь-любовь-любовь-любовь, а потом взрыв, раз, и всё, и уже, уже ненависть, ну, или просто, там, допустим, непринятие, да, вот, какое-то. Понимаете, да, о чём идёт речь, о чём идёт речь? То есть я хочу сказать, что вы, не осознавая своих проблем, своих проблем в отношениях, я имею в виду, вы, не осознавая этих проблем, продолжали их строить, отношения. И естественно, естественно, что в итоге молодой человек сказал, ну, сколько можно, всё, хватит, я хочу уже жить спокойно, да? Вот. Значит, пару недель назад опять расстались, и он говорит, что это точка. Но почему расстались? Кто из вас какую роль сыграл в этом расставании? Вы не описываете, вы не говорите. Складывается ощущение, что, может быть, вы избегаете этого по какой-то причине. Может быть, по какой-то причине вы опасаетесь эту тему затрагивать? Я не знаю, по какой причине, но, может быть, если так, то это тоже момент. Один из психологических моментов, которые с вами нужно, безусловно, разбирать. Понимаете, да? Я надеюсь, о чём идёт речь. Далее. Далее. Так. Я, в свою очередь, не могу спать нормально, каждый ночью снится, думаю, что и как на протяжении дня. То есть, у вас наблюдается от него эмоциональная зависимость. Ну, вот. Как это мне видится. Вы от него зависимы. Сейчас. Эмоционально. Достаточно. Сильно. Зависимо. Раз. Раз. Думаете о нём постоянно и даже спать не можете нормально. Соответственно. Соответственно. Возникает вопрос. Почему так? Откуда у вас такая зависимость от него? Почему вы зависны от него настолько сильно? Сильно. Понимаете, да? Понимаете, о чём идёт речь? Вот я и хотел бы, чтобы вы об этом подумали. Что составляет вашу зависимость? Что составляет вашу нужду в нём? Подумайте об этом. Это важно. Это важно. Очень важно. Потому что это напрямую влияет на то, как вы выстраиваете отношения с мужчиной. Если вы в нём нуждаетесь, значит вы через него реализуете свои потребности. Если вы через него реализуете свои потребности, значит, значит, вы относитесь к нему, как к носителю ваших, а это означает свою очередь. То это не принятие человека, не безусловное принятие человека, и, соответственно, если это не безусловное принятие человека, то можно не говорить и о любви, как договор. Можно говорить о, например, опять же потребности быть с этим человеком, да? Но ни в коем случае не о любви, как таковой. Таковой. О любви её. Принимающей, например. О любви её. Принимающей, например. Безусловной. Например. Понимаете, да? О чём идёт речь? Вот. Так что вот именно об этом попробуйте. Тоже подумайте. Подумайте. Это важно. Дальше. Я вроде понимаю. А, так. Много, много чего нас связывало. Родители уже были уверены, что мы поженимся. Так. Ну, здесь у вас как бы идёт такой, знаете, родительский сценарий. То есть, что вот все ждут, что вы поженитесь, все ждут, что у вас там что-то будет, а у вас там ничего не происходит. Вот. То есть, это какое-то тут наблюдается стремление, стремление удовлетворить, оправдать родительские ожидания. Вот. То есть, опять здесь у вас родитель такой внутренний своего рода имеет место быть. Правда, конечно, родитель в данном случае может, ну, подавлять вас, подавлять ваши собственные желания. И ещё неизвестно тогда, хорошо ли это или, ну, хорошо ли это или нет. Потому что, ну, сами, сами, я надеюсь, понимаете, что если в личных отношениях вы руководствуете желаниями родителей, то вряд ли вы будете счастливы и вряд ли счастливым будет ваш молодой человек. Вот. Дальше. Значит, я вроде понимаю, что нужно доказывать с этим, когда-то забудется, но вот ещё совсем давно, когда я жила в родном городе и знать не знала, куда дальше буду поступать, и т.д. Было много вариантов, мне бабочка сказала, которая помогла мне побороть жуткий страх, страх перед чем, что любовь свою встретишь в университете в том городе, куда я совершенно не хотел, и даже уверена была, что не буду поступать. И ещё кое-что говорила, но мало. Вот что вы написали. То есть вы хотите сказать, что всё это время с этим молодым человеком вы вместе только потому, что вам предсказала бабочка, только потому, что вы верите в предсказание, получается, что если вы верите в предсказание, значит, вы не до конца верите в себя. То есть вы не до конца принимаете себя, не до конца отдаёте себе, чего вы хотите от жизни вообще, например. Что вам нужно от жизни. Что вам ценно по жизни. Ну, если вы доверяете предсказаниям да ещё столь слепо, что заставляет вас доверить столь безусловно тому, что вам сказала бабочка. Почему вы не допускаете, что бабочка могла иметь в виду совсем другое? Да, вот почему. Согласитесь, это важный вопрос. Дальше мы пишите. Эээ, так. Ещё что она говорила? Что она говорила? Почему бабочка так задел? Так всё и произошло. И что это значит? Это означает, что и в дальнейшем так же должно происходить или что? То есть этот человек, парень, он моя душа, он моё второе я. Ага. Ну, вот знаете, вот это вот ваше, он моя душа, моё второе я, говорит о слиянии. То есть это говорит о вашей потребности в том, чтобы, ну, слиться, например, с кем-то. Слиться, ага, например, с другим человеком, допустим. Вот. А потребность слиться с кем-то у человека возникает, как правило, только тогда, когда он сам себя не удовлетворяет. Когда у него, у самого есть, ну, такие вот проблемы с самооценкой, например, проблемы с принятием себя, проблемы с определенного рода ценностями и так далее. И вот, собственно, у меня к вам вопрос тогда такой. С чем у вас проблемы? С чем у вас трудности? Что вы же пытаетесь поверить, ну, пытаетесь как-то вот двигаться в эту сторону? То есть, в сторону слияния с другими людьми. В сторону слияния эмоционального с бабочкой, которая вам предсказала будущее. Потом слияние с этим мужчиной, который ваше второе я. Знаете, при подобном типе отношений, при подобном типе отношений, эээ, ситуация складывается так, обычно, обычно, что, ситуация складывается так, что, человек, человек здесь теряет свою самобытность. и, теряя свою самобытность, человек, как бы, растворяется в, эээ, ну, в другом. Растворяется в другом. И растворяется в другом. Естественно, такой человек теряет ценность для того, в ком он растворяется. видит в нем, в том, кто растворяется, по сути-то делал себя. И это, ну, мягко говоря, не самое приятное, эээ, чувство. Не самое приятное, скажем так, видение. Да? Вот. И поэтому такие отношения очень быстро начинают себя как-то вот, ну, я бы сказал, не изжевать, конечно, эээ, но, как-то вот, проблема это начинает приносить серьезнее. Очень. Что все-таки, людям нужно быть, эээ, самобычными. Эээ, людям нужно быть самобычными в отношении, в отношении с другими. А вы, для того, что у вас, видимо, есть какая-то, неудовлетворенность. Ну, ну, я не знаю, может быть, неудовлетворенность, там, эээ, с собой, неудовлетворенность, может быть, эээ, там, своей жизнью, ээ, страх вот у вас какой-то был, эээ, понимаете? Вот. Из-за этого вы в этом человеке нуждаетесь. Но ваша нуждаемость в нем, поймите, ваша нуждаемость в нем никак не означает, что человек должен вам давать это. То, чего вы хотите. Вам это, вот то, чего вы хотите, вам это. Нужно, нужно, получать, получать, получать самой. Как бы, добирать самой. Ну, либо самой, либо с психологом, естественно. То есть, тут вариантов у вас несколько. И оба варианта, в принципе, приемлемы. Оба варианта приемлемы. если только вы реально хотите этим заниматься. Если только, вам это, ну, действительно интересно. Далее, значит, мы безумно понимаем друг друга, будет ли когда-то еще в моей жизни такой человек непонятно. А теперь важный вопрос. Зачем вам такой человек? Зачем он вам? Для чего он вам? Такой человек? Вот и попробуйте себе на этот вопрос ответить. Зачем он вам? Чтобы что? Он вам, чтобы что? Понимаете? Как вы, как вы себя позиционируете в отношениях? В первую очередь. С ним. То есть, вы говорите, будет ли такой человек еще у меня? То есть, вы говорите, получил ли я что-то? Ну, хорошо. А что, что получит другой? Тот, кто с вами будет в отношениях? Что получит этот человек? Если он будет с вами? Понимаете? Вот об этом нужно думать. Вот и хотелось спросить вас, что по этому поводу мне расскажете, может я просто все придумал и мой человек совершенно другой. Вы знаете, я не придерживаюсь того, что есть ваш человек. В принципе, все мужчины, ну если мы говорим сейчас именно про мужчин, все мужчины, они в принципе могут быть вашими. Все мужчины. Нету какого-то вашего человека, одного единственного. Такого нет. Понимаете? Есть только ваше умение, ваш навык, ваше стремление, ваша способность, например, выстраивать отношения с людьми. Вот если вы делаете это хорошо, если вы ориентированы на человека, если вы сами удовлетворены, если у вас все есть, если у вас есть абсолютно все, что нужно вам, то есть вы удовлетворены, например, и так далее. Да? Если вы удовлетворены, то вы можете совершенно спокойно отношения выстраивать. Проблем никаких не будет. С любым. С каждым. И абсолютно каждый человек захочет дать вам то, что, в принципе, ну вот, то, что вам нужно. То есть внимание, то есть какую-то заботу, ласку, потребность в любви удовлетворить вашей. И все-все-все остальное, все это, все человек будет это сделать. Вот. Понимаете? Ну так, нужно понимать. Нужно понимать довольно четко, что для этого нужно самой что-то делать. Для этого нужно самостоятельно как-то реализовывать себя, а не быть в зависимости от мужчины. Понимаете? В чем дело? Тогда и получаться будет. Тогда и зависимости не будет. Тогда и ссор не будет, потому что вы в целом будете спокойнее. Вы не будете настолько сильно зависеть от другого человека, от его возможности или, соответственно, невозможности удовлетворить ваши потребности. Вот. А то так получается, ты удовлетворил мои потребности, ну что ты хороший. Ты не удовлетворил мои потребности, все, ты плохой там, давай, там, не знаю, разводимся, расходимся там и так далее. Ну, вы же понимаете, наверное, что так нельзя. Ничего хорошего это вам не даст, абсолютно. Ну так. Так что, на то, что вы мистифицируете, то, что вы мистифицируете свои проблемы, на это у вас есть причины. Вот. Какие, я сказал. Если захотите разобраться, разберемся, пишите в личку. Буду рад вам помочь. А, значит, если остались вопросы, пишите так же. Буду рад ответить. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok